Северо-восточный федеральный университет имени Амосова совместно с Институтом гидродинамики имени Лаврентьева Саран, Институтом математики имени Соболева Саран и Новосибирским государственным университетом проводят восьмую международную конференцию по математическому моделированию, которая уже начала свою работу с 4 июля. И у нас в гостях Александр Михайлович Хлоднев, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией гидро-аэропругости Института гидродинамики имени Лаврентьева, член программного комитета восьмой международной конференции по математическому моделированию и председатель оргкомитета этой конференции, доктор физико-математических наук, профессор, директор НИИ математики СУФУ Иван Егорович Егоров. Доброе утро, уважаемые гости. Перед тем, как я думаю, начать нашу беседу, хотелось бы сразу спросить, что такое математическое моделирование. Ну, математическое моделирование состоит в том, что любой реальный процесс, который происходит в природе, можно описать с помощью математики, с помощью уравнений и так далее, используя законы физики, химии, биологии и других наук. А по каким направлениям будет проходить конференция? Я уже немного ознакомился с программой, знаю, что там порядка восьми, по-моему, секций будет в направлении. Ну, первая секция у нас самая старейшая секция, не классическое уровне математической физики. Ну, слово математическая физика означает, что это с помощью физики изучается, ну, описывается уравнение, которое реально описывает вещи, которые, скажем, вот мы с вами общаемся с помощью колебаний звука, оно описывается волновым уравнением, и вот тепло распространяется внутри этой аудитории, благодаря... Его тоже можно описать с помощью уравнений теплопроводности, так называемого, да? Ну, сейчас новка развивается, и процесс, у нас реальный процесс тоже изучается. Более другие, там, плазмы и так далее, там, наноструктурах, они описывают другими уравнениями. И поэтому переходится математикам, физикам, переходится изучать другие уравнения. Это основа всего математической модели, уравнений с частными производными, обыкновенные дифференциальные уравнения, да? Есть у нас и секция, посвященная, там, вычислительным методам, потому что эти задачи надо решать. Например, задача, допустим, нефть и газы, это у нас секция вторая, третья, так и так далее, да? И у нас есть секция дискретная математика. Ну, например, задача, как оптимальная, с помощью, там, что минимальная, там, была затрата, распределять, там, довести, там, потребители, угрозы. Это тоже задача дискретной математики, да? Ну, да, даже вот, как вы говорите, мы сидим здесь, и уже математические уравнения можно как-то решать, да? Александр Михайлович, а вот какую задачу вообще ставят организаторы, проводя такую конференцию? Ну, задач несколько. Одна из задач – это собраться вместе и обсудить актуальные проблемы, над которыми мы работаем. Приезжают люди из разных городов, из разных университетов, из рубежа приезжают люди. Мы обмениваемся. Часто во время общения приходят новые идеи, ставим новые задачи. Вот одна из задач. Вторая задача – это просто поделиться теми навыками, теми знаниями, умениями, которыми мы располагаем к данному моменту. В этом смысле это некое собрание, которое позволяет нам смотреть вперед и планировать наши дальнейшие задачи. Но ведь все-таки большинство считает, что математика – это наука естественная, которая уже сформировалась, и, в принципе, наверное, нечего тут обсуждать. Все, как уравнение было, так и останется. Наверное, это неправильно, да, так считать? Это, конечно, не так. Дело в том, что конференция направлена в каком-то смысле на изучение прикладных задач. То есть она имеет такой прикладной оттенок. И мы изучаем проблемы, связанные с приложениями. Ну, скажем, одна из секций посвящена моделям механики сплошной среды. Это тоже такой довольно широкий раздел. И с помощью моделей механики сплошной среды изучаются конкретные физические объекты, конкретные физические явления. Но в качестве примера я скажу, что… Александр Михайлович, большое спасибо. Спасибо.